Келли Кларксон. После развода бывшему мужу Брэндону Блэкстоку певица обязана перечислять по 45-50 тысяч долларов в месяц. Эти деньги идут на содержание двоих детей, которые остались жить с отцом. Но и это не все. До 2024 года Келли платила еще 115 тысяч долларов в месяц в виде супружеской поддержки. В пересчете на рубли в месяц звезда отдает по 15 миллионов. Александр Головин. Звезда «Кадетство» признал дочь от визажиста Светланы Белогуровой только после ДНК-теста. Несмотря на абсолютно доказанное родство, общаться с ребенком Александр Головин не намерен. По решению суда он должен лишь платить алименты в размере 22 тысяч рублей в месяц. Однако даже эта сумма кажется актеру завышенной. Кирилл Емельянов. Коллега «Кадета» Головина, актер Кирилла Емельянова, тоже платит алименты, только уже на двоих детей. Бывшей супруге Екатерине Директоренко Емельянов перечисляет по 17 тысяч рублей на каждого из сыновей. За эту незначительную сумму она долго боролась в суде. Эдди Мерфи. Артер Эдди Мерфи – многодетный отец. У него подрастают 10 наследников от разных жен. Самые большие алименты Эдди перечисляет дочери, которую сначала отказался признавать. Мать девочки, экс Перчинка Мелани Браун, получает по 35 тысяч долларов ежемесячно. В рублях это более 3 миллиона. Андрей Аршавин. Андрей Аршавин отдавал Юлии Барановской 50% от своего дохода. Эти деньги предназначались троим детям тренера и телеведущей. Когда у Аршавина родилась дочь от Алисы Казминой, общую сумму алиментов сократили, так как она не должна превышать половину заработка. Сейчас каждый из наследников футболиста получает по 200-300 тысяч рублей. Канье Уэст. После развода с Ким Кардашьян Канье Уэст перечисляет четверым детям по 200 тысяч долларов в месяц. Это около 17 миллионов рублей. Это была его инициатива. Отдельный рэпер взял на себя ответственность за оплату всех медицинских и образовательных расходов. Дмитрий Тарасов. Первой женой Дмитрия Тарасова была женщина по имени Оксана. В этом браке у футболиста родилась старшая дочь Ангелина. Тарасов забыл про алименты, и в итоге у него накопилось 7 миллионов рублей неустойки. Что самое неприятное, сумма ежедневно росла. Несмотря на это, с дочерью спортсмена общается. Ее мама совершенно не против. Бритни Спирс. Бритни Спирс родила от Кевина Фидерлайна двоих детей. После развода она потеряла опеку над сыновьями, а суд обязал ее выплачивать алименты. Певица отдала бывшему мужу 19 миллионов долларов в качестве единоразовой выплаты и обязалась выплачивать еще 20 тысяч. На содержание наследников до их совершеннолетия. Стас Пьеха. Стас Пьеха и его бывшая жена Наталья Горчакова смогли мирно развестись. Певец сам согласился отчислять на содержание сына Петра по 350 тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму не входят расходы артиста на кружки, медицинские услуги и одежду для мальчика. Он оплачивает их отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok